так и конечно же нужно отдохнуть возле костра здесь у нас по-моему кто-то падал да парень еще есть бим так стоп метательный нож не хотят они расставаться своей одеждой есть забавные есть полы вот такие вот которые носятся по всей локации но вообще этот лес очень густо заселенный нужно здесь быть очень внимательным потому что повсюду здесь полно различных полых и другой всякой живности так я зачем-то убрал свой лук не нужно его убирать здесь нам еще очень много где пригодится там можно видеть пример но туда чтобы попасть нужно пройти вот по тому мосту типа спрятался блин как не это радует а большая душа мертвецам и маленький оранжевый плод и здесь как раз вот на деревьях и есть вот эти вот бабочки так что показалось как-то круто ко мне приближается которые что-то дают ну насколько мне известно ничего полезного они особо не дают здесь у нас новый противник который называется по-моему вот черт сверху меня кто-то пытается отравить вот эти здоровые бугаи которые называются искусственная нежить они сшиты грубо говоря из различных останков нежити но если расслабиться то могут оставить проблем особенно когда их нападает сразу несколько штук да что ж я все забываю убить эту бабочку где она там замаскировалась а вот она так сначала ты да сдохни ты наконец черт у меня закончились стрелы ничего себе ты там спамишь у нас еще осталось 13 железных стрел это конечно хреново нужно идти в маджулу и закупаться что тратить ядовитые стрелы точно не стоит еще одна бабочка и в отличие от деревянных стрел железные стрелы убивают их с первого выстрела как помнится мне здесь сейчас будет что-то плохое да и это у нас фарлорн который поверьте мне доставит мне огромное количество геморроя за все прохождение этой игры в скором времени он будет тут вторгаться повсюду как случайным образом так и обязательным но он тоже без щита как и я ходим я думаю выпить эстус или не выпить эстус похоже что ему это не очень понравилось так как у него эстуса то нет и это наверное один из немногих духов который несет в себя хоть какой-то лор потому что 95% всех духов которые здесь нападают в игре они можно сказать абсолютно не несут никакой смысловой нагрузки лора и это конечно очень печально потому что если вспомнить первый dark souls там по моему практически все фантомы что-нибудь дозначили силуэт атаками фальшивонами очень мощные к тому же режущие атаки сабель они очень эффективны против противников вот без тяжелых доспехов так у нас в этой части лес по он больше ничего нет нет ли столько кажется большим на самом деле он достаточно простой и линейный но все-таки здесь можно кое-что и упустить моргенштерн и большая душа здесь у нас робки рэй можно в принципе его призывать что там так для массовки побегал ну давайте пусть будет если надоест можно всегда его убрать по-моему мы его еще ни разу не призывали так здесь у нас еще один вот такой вот а вот этот мозг как раз ведет в чистилище нежити но на данный момент туда не стоит идти достаточно жестко там и оно того не стоит потому что у меня нет сейчас на данный момент того предмета который позволит вступить в ковенант братства стали ой тут братство стали братство крови фоллаут головного мозга так где то тут еще по моему были бабочки в эту пещеру вот можем попасть вот таким вот образом если упасть сверху но здесь у нас стоит нехороший парень очередной сианский рыцарь в принципе ему вроде несложно сделать бэкстап на чем-то не получается робки рэй просто ни за что по жопе на получал ядовитый мох зеленый цветок копье души а здесь уже поинтереснее очищенный костяной прах я вот не помню читали ли мы копье души это заклинание выпускает души принявшие форму копья копье пронзает врагов нанося большой урон рассказывает что это заклинание придумал могущенный колдун но его имя давно забыто да его придумал мастер логан логан большая шляпа парень все там носится если его подстрелить или зарезать то он по моему что-то даст но по моему тоже не особо что то нужно я даже умудрился это сделать обычно это большой геморрой гладкий шелковистый камень так и у нас еще бабочки давайте вырубим здесь пост робкеры и ниндзя дёрнем этот рычаг который который опустит от моста и по моему здесь где то а вот что сверху спрыгнул рэй поделись своими коготками сумеречная трава по моему я все собрал что можно было здесь найти в этой части локации ну тот предмет он берется не отсюда единственное возможно я где то тут упустил бабочку но как я уже говорил она того не стоит по крайней мере отсюда я их не наблюдаю робкеры у нас уже почернел скоро пропадет у нас камера где можно разглядеть очередного нпс пока ключа у нас нет первым делом как раз лучше сходить и забрать ключ маловато у нас эстуса парни блин как назло с луками возможно здесь было бы благоразумным поставить щит но у меня есть робкеры и которым всем надерет жопу о доспех плута да это к сожалению русский перевод перевели охотников на нежить плутами доспех плута такие доспехи носят полые воры несмотря на довольно грубый вид это очень прочный надежный доспех здесь нам лучше подняться сейчас наверх забрать ключ и валить отсюда потому что с одной флягой я долго не придержусь у нас в принципе есть конечно дохрена самоцветов но я как-то вот приверженец оригинального соус не люблю ими пользоваться но только уж очень крайне случае и безжалостная района одна что-то хочет без щита поэтому достаточно просто и завалить человеческая фигурка и перчатки жрицы по моему кстати это необязательный дроп давайте почитаем традиционные перчатки клириков дранглика клирики дранглика на протяжении веков сохраняли свое номинальное положение но при этом они всегда держались на расстоянии вытянутой руки от королевской семьи словно их существование было чем-то больше чем простая формальность в зависимости от пола клирики носят разную одежду но причина появления такого обычая неизвестна это женские перчатки и ключ от тюрьмы нежити ключ от тюрьмы нежити ключ от тюрьмы в роще охотника во времена правления железного короля в этом лесу устраивали облавы на нежить и камеры в которых держали мертвецов сохранились по сей день однако течение времени стерло всю разницу между пленными и тюремщиками да тюремщики тоже в конечном итоге все стали полами так и здесь высоченная бабочка отсюда кстати можно расстрелять у тех вот парней потому что эти некроманты мало то что стреляют вот такой вот наводящийся магией так еще и воскрешает скелетов которые находятся в этой пещере и по моему при отдыхе возле костра они восстанавливаются здесь кстати есть один скрытый предмет главное очень аккуратно нужно упасть от уступ так ядовитый мох это с бабочки упал кстати как бы намек полезется за мхом и увидеть этот секрет и фламберг это у нас большой меч двуручный меч с волнообразным лезвием клинок такой формы отлично рассекает плоть и вызывает сильное кровотечение дословно фламберг означает огненный клинок но при этом он очень похож на одно живое существо так выглядит меч также здесь можно оружие которое уже наносит какой-то эффект например кровотечение закалить еще и камнем кровотечение который еще больше усилит эффект кровотечение но при этом немножко снизится его базовый физический урон так этим временем нам наверное стоит вернуться на базу если конечно вот эти парни дадут мне это сделать так они вроде оторвались ну и хрен с ними у нас есть ключ костер и крейтон ты вот такие моменты особенно бесят потому что они реально могут испортить наше отношение с нпс и поломать его весь квест и сюжетную линию и 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 дальше и и и и Нам хватит всего лишь на два уровня, и давайте подтянем нашу силу до 20. Также для следующего босса нам понадобится какое-нибудь ударное оружие. И давайте усилим нашу большую дубину. И даже при втором уровне прокачки скейл у дубины от силы С, и этого более чем достаточно. И теперь нам нужно посетить наш особняк и поговорить с кейлом. Так, что-то я совсем заблудился. Ах, да. Есть что-то, что я хотела сказать вам. Я родился в земле Миро. Миро также находится в доме одного убедителя, одного князя в названии. Он был в доме для многих убийств. Но немного после его экзакции, он успел избежать. И другого дня, я увидел один парень с чем-то структурно. И тогда... И тогда... Погоди... Ну, я думаю, он выглядит довольно похожее. Нет, это правда. Я увидел только такой человек, я сомневаюсь. Судя по всему, он имеет в виду Крейтона. И после того, как мы убили забытую грешницу, на карте Дранглика у нас появился второй гонек. Но нам пора возвращаться в рощу охотника. Итак, чтобы добраться к боссу, у нас есть два пути. Через эту пещеру, либо вдоль вот этой скалы. Но, к сожалению, через эту пещеру мы пока пройти не можем, потому что там нам приградит дорогу решетка, поэтому в данный момент у меня есть только один вариант. Блин, я совсем забыл купить стрел. Так, где моя боевая стулька? Что-то они расщедрились на эти огненные бабочки. Так, наверху мы уже были, достаточно пройти здесь по низу. Некромант уже мертв. Я тоже умею делать различные финты. Но, к сожалению, как-то попасть не очень получается. Так, этих ребят лучше сразу убить, потому что потом они в самый неподходящий момент начнут меня преследовать. Так, так, так. Что-то с локом цели у меня сегодня как-то дела обстоят не очень. Харал мастер, еще ускоро трудно стать. Не стоит явно у него поучиться. Еще одна униная бабочка. Так, парень, надеюсь, ты не встанешь и не будешь меня преследовать. Проход ко второму некроманту недоступен, мост сломан. Три метательных ножа. Интересно, откуда берется эта вода сверху? Явно этот водопад имет какое-то искусственное происхождение. Здесь у нас проход завален. Сверху здесь также можно разглядеть очередную бабочку. У нас еще осталось 5 железных стрел. И, в принципе, этого достаточно, чтобы завалить 5 бабочек. Это у нас проход к боссу, но давайте сначала зачистим пещеру. Тут пещера полна скелетов, так что... Правильным будет поставить огромный улюбин. В ручном хвате я вполне могу и пользоваться. Просто против скелетов дробящее оружие это самый лучший вариант. И здесь даже можно встретить скелета с короной. И если приглядеться, даже после смерти он все еще продолжает как будто бы дышать. Поджигание осколок титанита. Поджигание – элементарное заклинание для пирамантов. Новичка выпускает заряд пламени. Самая простая пирамантия. Самая простая пирамантия. Здесь нужно постараться не упасть. Человеческая фигурка, рассекающая стрела, радужный камень. Ничего не было. О, черт, я практически упал. Единственное, что мы... Возможно, рассекающие стрелы я до этого не поднимал, но... Эти стрелы явно не имеют никакого полезного лора. Зажгем факел и сделаем это место немножечко светлее. Очередная лещерка. И очередной блатной скелет. Теперь уже в шлеме. Различные осколки титанита. И осколок фляги с эстусом. После того, как мы поговорили с Крейтоном, здесь его можно призывать на помощь к боссу. Но мы не будем этого делать. Это необязательный призыв. К тому же Крейтон, судя по всему, не такой уж и хороший парень. Особенно со слов... Кейла. И эти бочки могут наслать на вас проклятие. Здесь ничего не произойдет, если зажечь все эти фонари. Поэтому я не буду этого делать. Так, вот это как раз место. Это у нас очередной выход из пещеры. Там мы уже были. Единственное, куда нам еще следует сходить, это вот сюда. Так, скелеты, по-моему, здесь уже кончились. И здесь у нас... Блин. И здесь у нас палится, заточенная на магию. Абсолютно бесполезный для меня предмет, потому что интеллект я не прокачиваю. И это вот как раз выход из пещеры, где я уже был. К костру. Но я не буду отдыхать возле костра, потому что все тут восстановятся. И создадут мне дополнительную головную боль. Поэтому давайте просто пробежимся. Трех бутылок эстуса мне для босса должно вполне хватить. Тем более у меня есть огромная дубина. И, кстати, если кому интересно, если призвать здесь Крейтона через этот знак призыва, то он пропадет из того домика рядом с костром. И Повелители скелетов. Достаточно простой босс, но чтобы вам этот босс создал еще меньше головняка, как раз поставьте какое-нибудь ударное оружие и убивайте их в следующей последовательности. Сначала можно убить вот этого парня, который убивает с первого удара. Парня-мага. Вторым нужно убить, по-моему, парня с косой. Если мне не изменяет память. Ну, сейчас проверим. Дело в том, что после каждого убийства скелета появляются... Появляются вот такие вот маленькие скелеты. И появляются они разного типа и в разном количестве. И для начала как раз лучше, чтобы появились скелеты с колеса. Так. Вот теперь я точно не помню, но, по-моему, нужно убить парня с косой. Главное не убивать их всех сразу, иначе вас просто тут завалят огромной толпой скелетов. И потом их будет проблематично всех разом убить. Они просто вас могут зажать деньги или заспамить. После убийства скелета с косой появляются вот такие вот скелеты средней тяжести. Скелеты офицеры. В коронах, шлемах и с фальшонами. Ну, что-то я совсем обнаглел и перестал смотреть за своей жизнью. Вообще, конечно, убить этого босса не с первого раза, это большая редкость. Потому что этот босс реально, наверное, один из самых простых боссов вообще в игре. Эти колеса очень медленно появляются. Одина, конечно, мощная, но скорость замаха, конечно, у нее очень медленно. Что ж, не будем отклоняться от своей стратегии. Вынесем второго парня с косой. Немножко попрощнее, чем первый. А главное, не убить их за их сразу. Хотя, в принципе, ранить второго тоже вариант. Чтобы потом было проще с ним расправиться. Вот что-то такое шустрое. И пока не встает, можно вынести часть этих спинетов. Главное правильно следить за главным. Вау, попал я под замес. Вроде как этот скелет кастер, но что-то вот он прям очень сильно хочет меня завалить в прямом контакте. Разрушивает чертяные троны. И этот последний скелет поднимает вот такую вот кучу маленьких скелетов, которые очень противны. Их очень много, и они очень любят блокироваться. И лучше их оставлять напоследок, потому что тогда им не будет помогать скелет. Маловато у меня, конечно, внусливости. Ну, давайте, подходите, не ссыте. Я не кусаюсь. Раперисты хреново. Душа повелителя скелетов, которые правят в глубинах рощи охотника. Старый железный король повелел истребить нежить, но те, кто должны были выполнить эту задачу, сами стали жертвой проклятия. Использовав душу повелителя скелетов, можно получить множество душ и создать невероятно ценный предмет. И здесь у нас как раз идет первое упоминание о неком старом железном короле. До этого мы слышали только о короле Вендрике. Но на самом деле в этой игре здесь королей как грязи. И чем-то все это мне напоминает гробницей Нитра. Здесь у нас очередной мост. О, очередной мост. Такое ощущение, что здесь специально его поставили для того, чтобы задержать игрока. И пока этот мост опускается, прогружается следующая часть локации. Которая называется Долина Жатвы. Не очень приятное место. В котором полно способов, чтобы отравиться. Субтитры создавал DimaTorzok